АПЛОДИСМЕНТЫ Восьмой вопрос и восемь тысяч рублей. Соль какого металла является основой яичной скорлупы? Калий, кальций, натрий, магний. Я думаю, что это кальций. Почему так думаете, Роман? А основа яичной скорлупы, она должна быть твердая, как эмаль, в принципе, зубная, исходя из рекламы, которая ведет по нашему телевидению. То есть вы полагаетесь на ту информацию, которую дает вам реклама? Да. Вы считаете это надежным источником знаний? Я надеюсь, что реклама не обманывает. И кальций, думаю, окончательный вариант. Ответ принят. И правильный ответ – кальций. Карбонат кальция. Да. Яичная скорлупа на 90% состоит именно из него. Девятый вопрос и 16 тысяч рублей. Кто был преемником Андрея Громыка на посту министра иностранных дел СССР? Александр Бессмертных, Андрей Козырев, Дмитрий Шипилов, Эдуард Шеварнадзе. Эдуард Шеварнадзе. Эдуард Шеварнадзе. В РНД. Ну, этого вы в рекламе, наверное, не видели. Это я еще помню по детству. История не такая далекая. Еще не выветрилась из памяти. Девятый Шеварнадзе. Вы уверены в своей памяти? Вы не хотите воспользоваться двумя подсказками оставшимися? Пока что нет. Не хочу. Надеюсь, что еще и воспользуюсь. Успею ими воспользоваться. А вы что-то знаете об остальных деятелях? Ну, Андрей Козырев у нас в России был министром иностранных дел. А это значит что? Это значит, что это было уже после распада Советского Союза. Он был министром иностранных дел после распада Советского Союза. Хорошо. А Александр Бессмертных и Дмитрий Шипилов? Александр Бессмертных, насколько мне помнится, был до Андрея Громыка. Относительно Дмитрия Шипилова ничего сказать не могу. Я его не знаю. Но, вероятно, он тоже был до Громыка. Был предшественником Громыка. А преемником был Эдуард Шеварнадзе. Ответ принят. У вас было 8 тысяч рублей. И ответив, что преемником Андрея Громыка на посту министра иностранных дел СССР был Эдуард Шеварнадзе, вы выиграли 16 тысяч. Правильно. Итак, Роман, внимание. Вы сейчас в шести шагах от миллиона. А впереди у нас с вами 10-й вопрос и 32 тысячи рублей. Какая область Италии прославилась на весь мир месторождением карарского мрамора? Лацио, Тоскана, Апулия, Умбрия. Я думаю, что надо воспользоваться второй подсказкой. У вас, я напомню, осталось две подсказки. Это 50 на 50 и звонок другу. 50 на 50. Итак, мы с Романом просим компьютеру брать два неверных ответа. Либо Тоскана, либо Умбрия. Ни в одной из этих областей Италии не был. Ну, попробуйте, я не знаю, порассуждать. Порассуждать. К сожалению, на ум ничего не приходит. Приходится гадать только. Рассуждать не получается. Ни об одной из этих областей я ничего даже не слышал. Давайте вариант Б. Попробуем. Итак, вы отвечаете. Вариант Б. Наугад, я так понимаю. Наугад. Абсолютно наугад. Вот так вы решили. Не Тоскана, а Умбрия, и все. Так, да? Тоскана, Б. Ну что же, ответ принят. Это вы сейчас почему качаете головой? Потому что я не уверен в своем ответе. Когда гадаю, мне обычно не везет. Я очень часто ошибаюсь. И на этот раз вам повезло, правильно? Роман, вторая несгораемая сумма ваша. И отличный подарок от спонсора программы «Зубная паста-32». Поздравляет вас с выигрышем. 32 тысяч рублей. Лучший подарок для победителя – зубные пасты-32. Свежее дыхание, эффективный уход за полостью рта. Держите. Спасибо. А мы продолжаем игру. Одиннадцатый вопрос и 64 тысячи рублей. Кто стал героем пьесы испанского драматурга Лопе де Вега «Великий герцог Московский»? Дмитрий Донской. Василий Темный. Иван Грозный. Лжедмитрий Первый. Кто стал героем пьесы испанского драматурга? Не Дмитрий Донской, наверное, скорее всего. Либо Иван Грозный, либо уже Дмитрий Первый. Василия Темного я тоже исключаю. Поэтому для меня наиболее достойные кандидаты для героя пьесы либо Иван Грозный, либо уже Дмитрий Первый. Я попробую спросить у своего отца. Швадца зовут Сергей? Александрович. Итак, мы звоним Сергею Александровичу. Ну, если выбирать из Ивана Грозного и Лжедмитрия Первого, вы какой вариант выбираете? Лжедмитрий Первый. Камера? Здравствуйте. Здравствуйте. А Сергея Александровича можно к телефону? Я вас слушаю. Сергей Александрович, это игра «Кто хочет стать миллионером» Максим Галкин, Первый канал. Я вас слушаю. Напротив меня сидит ваш сын, Роман. Именно вам он решил позвонить, чтобы проконсультироваться у вас. Вы готовы ему помочь? Постараюсь. У вас будет на это 30 секунд. Роман, прошу вас. Привет, папа. Скажи-ка мне, пожалуйста, кто стал героем пьесы испанского драматурга Лопе де Вега «Великий герцог Московский»? Иван Грозный, уже Дмитрий Первый, Василий Темный, либо Дмитрий Донской? До полвеки это было? Не знаю. Я вот тоже. Ну, уже Дмитрий Первый или Иван Грозный? Скажи, кого бы ты сказал? Быстрее. Он его наверху. Не успел выставить свою версию. Ну, я напомню, что вы ничего не теряете в любом случае, кроме перспективы выиграть миллион, если отвечаете не верно. Итак, по вашему героям пьесы испанского драматурга Лопе де Вега «Великий герцог Московский» стал... Уже Дмитрий Первый. Варианты. Ответ принят. Роман, вы второй раз отвечаете наугад. Да. В принципе, передача на это не рассчитана. Естественно. Она рассчитана на то, что игрок что-то знает. Ибо не знает. Конечно, можно отвечать наугад. На этот раз вам повезло, правильно? Не ожидал, не ожидал. Обычно один снаряд два раза в одну и ту же воронку не попадает. И так вам повезло. Действительно, в 17 веке была написана эта пьеса. В начале, в 17 году 17 века. У вас 64 тысячи рублей. Ни одной подсказки. С таким результатом вы переходите в следующую игру. Также в ней примут участие. Дорогие телезрители, напомню, что теперь у вас есть возможность играть с семейной парой. Для этого достаточно позвонить по нашему телефону на 8 809 505 4 восьмерки. Ну и пройти обычную процедуру, которую проходят все, кто хочет выиграть миллион в этой студии. Дорогие телезрители, мы с Романом с вами прощаемся. До следующей программы «Кто хочет стать миллионером». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова